Беларусы вовсю готовятся к летним отпускам. Какие страны вызывают интерес у наших граждан и о каких правилах не стоит забывать при выборе туроператора, расскажет Ксения Лебедева. Согласно официальным данным, 850 тысяч беларусов в прошлом году выехали за рубеж как организованные туристы и экскурсанты. Пятая часть отправилась в страны СНГ, в Евросоюз 28%, в другие более половины. У данных турагентств с самыми популярными направлениями на время летнего отдыха у беларусов по-прежнему остаются Турция, Египет и Одесская область Украины. Отели, где все включено и пляжный отдых в приоритете. Несмотря на то, что Турция перешла на расчет в евро, за счет чего путевки только подорожали, она остается самой привлекательной страной для семейного отдыха. Альтернатива Турции – Тунис. Длительное время из-за теракта в 2015-м турбизнес был в упадке. Сейчас возросла безопасность, вернулись крупные европейские операторы. Тунис сам по себе дешевле, но имеет хорошие песчаные пляжи. Но можно сказать, что немножко инфраструктура отелей пока не дотягивает, ведь это направление только развивается. Интерес возрос к Албании. Ее называют последней загадкой Европы. Белые песчаные пляжи омывают два моря, комфортный климат, природа не хуже Мальдив. Плюс непохожая культура и невысокие цены. Избежать неприятностей в стране пребывания поможет предварительное знакомство с ее культурными и религиозными особенностями, а также правилами ввоза и вывоза запрещенных вещей и веществ. Стоит ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади. Существуют международные требования по максимальному размеру ручной клади. Они составляют 56 на 45 на 25 сантиметров. Авиакомпания в отдельности, каждая, может эти размеры только уменьшать. Увеличенные их не имеют права. Системы автоматического возврата лотков, которые аэропорт в настоящее время вводит в эксплуатацию, это всего лишь инструмент, который позволяет контролировать соблюдение аэропорта требований авиакомпании по перевозке ручной клади. Не больше. На курортное авианаправление летом стабильный спрос. Дешевые билеты разбирают еще в холодный сезон, говорят специалисты белорусской авиакомпании. Результат прошлого года – пассажиропоток в Батуми за три летних месяца выше, чем за этот же зимний период в восемь раз. В Ларнаку почти в десять. Интересуемся, когда покупать билеты по сниженным ценам. Большинство авиакомпаний проводят акции распродажи преимущественно в сезон низкого спроса. Это осенний-зимний сезон. С осени прошлого года авиакомпания ввела экспериментальные тарифы. По стоимости они сопоставимы с акционными. И в летние месяцы по некоторым направлениям и сейчас билеты по этим тарифам доступны. Эксперты туротрасли советуют готовиться к отдыху еще зимой, когда отели выставляют самые выгодные цены. Если только созрели для отпуска, ищите горячие туры. При этом не забудьте проверить вашу туристическую компанию в реестре на сайте Минспорта и Туризма. Ознакомиться с отзывами в интернете, затем уточнить условия договора. Если все устроило, берите тур и отправляйтесь в лето. Ксения Лебедева и Владимир Тиханович, агентство теленовостей.